Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глученко. Скажем так, накануне, да не накануне, а в день событий, я сейчас не буду говорить каких, потому что это может быть воспринято как призыв к участию в этих событиях, но я скажу так, что в 12 часов по местному времени произойдут определенные события, связанные с именем или, скажем так, судьбой российского политика-оппозиционера Алексея Навального. И никого ни к чему не призываю, я просто хочу в данный момент в очередной раз обсудить тему, связанную с ролью и местом российской политической оппозиции вот в этих процессах. Мы с вами на прошлой неделе, точнее вот на уходящей неделе, скажем так, по-моему, в понедельник или во вторник, тщательно разбирали роль коммунистической партии, ее руководства в лице Геннадия Зюганова, а также прочих всяких там Рашкиных, Левченко и прочих-прочих, в противостоянии или в выражении своей политической зависти движению Навального и Навальному вообще. То есть недоверие, обзывательство там всякие, то, что он американский шпион, то, что он агент империализма, то, что он льет воду на мельницу врагов России, то, что он хочет свергнуть режим президента Путина, это мы все вот там вот с этими коммуняками уже все порешали, да? Уже все мы об этом знаем. И, кстати, я честно вам скажу, что, читая комментарии, там выражаются мнения определенным образом бесспорные, потому что, ну, комментарии в любом случае читать надо, отвечать-то я не отвечаю, особенно если комментарии какие-нибудь там троллинговые или оскорбительные, или еще какие-то. Ну, какой смысл на дураков обращать внимание? Вы внимательно, кстати, друзья, внимательно прочитайте титры, внимательно прочитайте титры в конце любого выпуска вот этой передачи, которая называется «Глущина». Там же как раз и написано, что я сознательно, специально вызываю ненависть к себе со стороны олигофренов и подлецов. Вот, поэтому раз у вас кипит разум возмущенный от этого дела, у тех, у кого кипит разум возмущенный, те можете считать себя этими категориями людей в моем понимании. Вот. А еще прочитайте братьев Штругацких «Град обреченный». Монолог главного редактора, там, одной из газет. Там интересная фраза есть. Не буду отвлекаться. А вот сегодня я хочу поговорить, вот накануне событий 31 декабря, хочу ясно и четко изложить ситуацию, связанную с ролью Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко». Да, ребят, «Яблоко», которое, в принципе, всегда себя позиционировало как, в общем-то, достаточно оппозиционная партия, хотя и не входящая в этот парламентский пул, скажем так. Больше того, ребята, я вам скажу, года три или четыре я состоял членом «Яблока». И сейчас вот каюсь и оправдываюсь перед вами, почему я состоял в «Яблоке». В 12-м году, да, в 12-м году я вступил в гражданскую платформу. Это партия, которую организовал в свое время Михаил Прохоров. Потом у руля этой партии находилась его сестра Ирина Прохорова, потому что самого Прохорова начали зажимать по бизнесу, и он должен был уйти из политики после неудачных выборов 12-го года. Я хорошо, очень в хронологическом порядке помню этот процесс. Я был членом политсовета регионального этой партии, активно участвовал во всех мероприятиях, в митингах, наблюдал за выборами, выдвигался в качестве кандидата в депутаты от этой партии, от гражданской платформы. И тут вдруг гражданскую платформу то ли разогнали, то ли подмяли под «Единую Россию». Там пришел какой-то Шейхуддинов, что ли его фамилия, вместо Ирины Прохоровой, и партия легла под «Единую Россию» полностью, как филиал «Единой России», причем не прорвавшись ни в парламент, ни в региональные ЗАГС-собрания. Я жалом поводил вокруг себя, думаю, ну где, где, где на нашем региональном поле в какую демократическую оппозиционную партию вступить? И вот, если не ошибаюсь, где-то году в 14-м или 15-м, по-моему, в 15-м, я записался в «Яблоко». Причем тут же был избран членом регионального полицовета, потому что люди, которые участвуют в этом «Яблоке», знали мою политическую позицию и так далее, и так далее. То есть сразу меня в полицовет, или как он, региональный совет у них называется, выдвинули, зная мою деятельность как журналиста, у меня уже в тот момент выходило большое количество критических оппозиционных материалов, серьезного содержания, на самые различные темы, начиная от бытовухи, заканчивая высокой политикой, и видео, и печатные, и интернетовские, и всякие-всякие-всякие-всякие материалы. И я пришел в это «Яблоко», стал членом полицовета, и начал крутить башни, и смотреть, чем оно занимается. А оно ничем не занимается. Оно собирает какие-то круглые столы, про которые никто не знает. Ну нет, если знает, то 20 человек в интернете об этом узнают, это прям шикарно. Оно собирает какие-то семинары, о котором тоже в интернете знает, например, человек 20. Оно мало того, издает даже вот у нас на региональном уровне, оно издает газету. Тиражом, по-моему, 200 экземпляров. То есть, ну, хватает, чтобы во время банкета застелить стол этими газетами. Посмотрел, посмотрел на всю эту контору яблочную, и в 2018 году там хлопнул дверью и сказал, «Ребят, у вас во всем яблоке есть два человека, два классных мужика, на которых можно равняться, которых можно слушать. И я их до сих пор слушаю и верю им. Это Шлозберг, и это Вишневский. Псковский Шлозберг, и питерский Вишневский. Все. Больше там никого нет. И вот на днях, на волне навальновских событий, вдруг этот старый першинг, простите меня, я стараюсь быть как можно корректнее, Явлинский, вывешивает в Фейсбуке длинный-длинный-длинный пост, типа статьи, с критикой действий Навального. То есть, он критикует Навального за то, что его отравили. Он критикует Навального за то, что он вылечился. Он критикует Навального за то, что он арестован. Он критикует Навального за то, что за его освобождение вышло на улице огромное количество людей и выйдет вновь, я полагаю, вот буквально сейчас, через несколько часов, да, и он критикует Навального за то, что он организует вокруг себя массовое политическое движение нас народа простите вот за тавтологию вот понимаете это примерно как старая карга бабка ну скажем вот так вот да уже которая вышла из репродуктивного возраста сидит на лавочке возле подъезда и рассуждает о поведении молодой девушки в мини-юбке который идет под руку с парнем да ну так же давайте на такой житейский уровень переведем слышь бабка ты нахрен уже никому не нужна сиди щелкай свои семечки а я молодая девушка с красивым молодым парнем ну вот давайте образно скажем что это вот тот самый народ да буду гулять по улице и пойду туда я захочу пойти и буду вести себя так как я хочу себя вести и буду говорить то что я хочу говорить в данный момент нормальный подход на абсолютно нормальный подход но яблоко ополчилось на навального с критикой более того буквально на следующий день я включаю радиостанцию эхо москвы я не обвиняю эхо москвы эхо москвы прекраснейший ресурс она дает слово всем в данном случае выступает зам председателя регионального отделения яблоко член федерального полицовета яблоко и с жесткой критикой обрушивается на навального ну что ребят что я вам скажу вы оппозиционеры обрушившиеся на навального вы оппозиционеры которые потеряли свою оппозиционную позицию простите опять же за тавтологию у вас всего два человека в партии достойны называться оппозиционерами все остальные от вас либо разбегаются как например наш региональный лидер просто взял хлопнул дверью тоже ушел в это из этого яблока ребят вы слились полностью за вами никто не идет вам обидно вы кусаете локти вы плюетесь вы топаете ногами вы наезжаете на навального но вы не соберете никогда столько народу сколько собрал навальный в этом вся обида и зависть спасибо за внимание друзья думаю меня что он и а а и и Субтитры создавал DimaTorzok